Анатолий Кравчук 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 который стал президентом, но стал президентом и вошел в то окружение экономическое, политическое, которое ему создал Порошенко своим 5-летним стажем, своей 5-летней работой. И вот это самое главное. Почему? Потому что пан Порошенко создал Минск-1, Минск-2, ту же самую формулу Штаймайера, где фактически все вот эти вещи даже были прописаны. То есть само разведение не возникло сейчас, именно когда Зеленский в власти. Само разведение, мы же помним, уже было. Даже возвращались назад, территории отдавали, потом их опять отвоевывали, теряли много людей. То есть все это уже было при Порошенко. И сейчас, с моей точки зрения, что не совсем правильно делает Зеленский, он, исходя из тех условий, в которых он находится благодаря, повторюсь, работе кабинета Порошенко, потому что Порошенко сам по себе ничего один не делал, это его правительство, он пытается сделать что-то другое. А нельзя ничего сделать, не создав условия. Условия не созданы. Почему? Потому что фактически 5 лет мы видели, ничего у нас не получалось. И сейчас, со старых условий, при которых ничего не получалось, он почему-то решил, что у него все получится. Есть очень большая особенность, колоссальное различие между этими двумя людьми. Дело в том, что, с моей точки зрения, Порошенко принципиально не хотел ничего делать, чтобы война остановилась. Это моя точка зрения. То есть говорилось много, говорилось красиво, но реально, мы же видим, зарабатывали на войне колоссальные деньги, зарабатывали все люди именно клана Порошенко, начиная даже с того Пашинского, который выпускал абсолютно некачественную технику, и заканчивая оборонпромом, который на схемах и торговле с Россией получал колоссальные прибыли. Поэтому сейчас всплывает уже вопрос по кроветам, где, опять же, сумасшедшие деньги наваривались на этой теме, при том всем, что ничего не сделали. Вспомним разведывательный корабль, который с помпой был представлен, который был переделан с какого-то старого кареты рыболовецкого траулера, который вообще смешно. Ну, тем не менее, сказали, что это очень удачный вариант, но он почему-то сгорел. А почему сгорел, понятно, потому что сейчас вот любая проверка, сколько денег вложили в это корыто, дала бы очень нехороший результат для того, кто это корыто делал, под названием военный корабль. Вот, поэтому для них, для прошлой власти, это была колоссальная возможность зарабатывать деньги, и именно поэтому они ничего не делали, чтобы мир наступил. Зеленский пришел именно с вот этим вот посылом для народа, и люди, возможно, даже из-за этого очень многие его поддержали. Почему? Потому что, ну, если брать Восток, то на самом деле люди страдают колоссально. Если брать переселенцев, которые перешли уже даже в центр и даже на запад Украины, то все равно они не в восторге от этого всего. Почему? Потому что корней очень многое значит для человека, и если он всю жизнь прожил там, и его корни там, то даже если у него здесь уже какое-то жилье и все остальное, там работа, все равно, наверное, в душе где-то тянет туда. Вот, это один вариант. Очень многое просто не устроено, ни жилья, ничего нет. И поэтому это очень большая проблема для Украины сейчас. Мир нужен, мир, это даже не обсуждается. Но, возможно ли он при этих условиях? Если взять даже вот это вот разведение, все получилось, как бы, что подняли опять формулу Штеймайера и решили, что вот эта вот мана небесная, которая сейчас нас спасет. Что такое формула? В двух словах это фактически алгоритм действия Минска-2. Мы прекрасно помним, как подписывался Минск-1, Минс-2. Это было огромное военное давление со стороны России. И фактически, вот мы сейчас кричим Порошенко, Порошенко. Но, если вот вспомните те моменты, то Порошенко вынудили это подписать. И здесь тот редкий случай, когда я, как такой вот яркий критик, даже не самого Порошенко, а именно его методов работы, сейчас могу сказать, что в данном случае Порошенко не был виноват. Почему? Потому что, ну, условия были такие, что его просто к этому вынудила ситуация. Вот. Но это произошло. И это было, знаете, вот мертвое, в момент рожденное дитя, которое было насаждено Россией, безусловно, это 100%. И оно Россию очень сильно устраивает. Это тоже очень важный момент, который нужно понять. И это нельзя сбрасывать со счетов. Пять лет Россия постоянно кричит, нужно выполнять Минские соглашения. Это самый главный звоночек, что для Украины это Минские соглашения. Есть очень большая проблема. Потому что, ну, это очевидно, Россия никогда не будет требовать выполнения каких-то договоренностей, которые будут против российских интересов на Донбассе. Значит, там абсолютно те условия прописаны, которые Россию устраивают. Теперь идем дальше. Сейчас Зеленский, мне, знаете, кажется, я вот вчера об этом говорил на другом эфире, повторюсь. Проблема в том, что Зеленский на самом деле пришел с таким чистым душевным порывом. Это мое впечатление. Так, честно, как психологический портрет я просматриваю этого человека. Но у него очень большая проблема, что он абсолютно не знает людей из политики. И вот те его родники, которые у него есть, я не знаю, либо они это делают осознанно и специально, либо они делают это по каких-то незнанию. Но они ему, грубо говоря, подставляют таких вот наших министров и ключевых фигур. Даже в администрации президента я там знаю очень хорошо, заступника. Но я немножко удивлен именно, скажем так, почему назначены такие люди. Министерство обороны, там я вообще не понимаю, если взять, допустим, они пять лет были при полтораке в каком-то офисе реформ. Если честно, вот пять лет войны, но я очень активно работал по, скажем так, этим направлениям. И, ну, структуру генерального штаба, и все, что было связано даже с министерством обороны, и взаимодействием между министерством обороны и генеральным штабом, я знаю очень прекрасно. Но я не знаю, чтобы генеральный штаб, вот я нигде не слышал, нуждался в офисе реформ. Более того, я даже не слышал ни разу, чтобы этот офис реформ что-то делал толковое, но даже для министерства обороны, как для военно-политического органа управления. И здесь вот вопрос, у нас очень много, ну, непонятностей с тем же самым министерством обороны, с тем же самым закупками топлива, с теми же самыми бронежилетами, с теми же самыми военными местечками, которые строились по всему, скажем так, по всей Широклан, вспомним и все остальное, по всей Украине. И бойцы выходили с передовой и сидели по колено в болоте, сколько вот этих вот было материалов по Фейсбуку, которые, они говорили, что у нас на передовой ситуация с бытовыми условиями в сто раз лучше. Куда вы сейчас нас выводите? А никуда, просто вот в поле, какие-то палатки, там, ну, просто это мраки. И это при том всем, что выделялось очень много денег. К чему я веду? Что на самом деле были схемы очень колоссальные, колоссальные, раскладание было огромное, потому что вот эти факты об этом свидетельствуют. Более того, мы же помним, по Павловскому было возбуждено уголовное дело, фактически доказательная база была, с моей точки зрения, абсолютно логичная. То есть взяли фирму-прокладку, которая вообще далека была от этих дел, как всегда, она возникла специально под этот проект. Провели конкурс таким образом, что именно она выигрывает. Она выигрывает по одной цене, буквально через два месяца эта цена взлетает вверх, только потому что якобы у нас что-то изменилось в стране. Это ничего на стране не изменилось, у нас война идет в стране. Почему, блин, заранее обговоренная цена фактически не выполняется? То есть коррупционная составляющая налицо. Но мне очень понравилось заявление бывшего министра Полтора К, который сказал, если правоохранные органы докажут вину Павловского, «Я готов уйти в отставку». Но уйти в отставку, если честно, это ни о чем. Почему? Потому что там преступления на колоссальные суммы, колоссальные. Ну, вы так думаете, пока же это не доказано. Нет, я не за это. Я за то, что когда человек говорил вот эти слова, он был уверен на 100%, что ничего не будет доказано. Вот в чем дело. Понимаете? И сейчас, насколько я знаю, опять вопрос по Павловскому поднялся. Опять там пересматривается, опять возбуждено уголовное дело, и опять начинает это все крутить. Вот, поэтому, насколько там сейчас вылезут, скажем так, новые моменты, это мы посмотрим. Потому что, ну, это такое. Но к чему я веду, что все-таки этот офис реформ за все это время ничего нигде себя не проявил. И сейчас люди с этого офиса реформ занимают место в Министерстве обороны. Министр, там, Верховной Раде мы знаем, что очень много людей с этого офиса реформы зашли. Вопрос, как эти люди, которые пять лет просидели при этой, скажем так, ну, не хочу говорить злочиной, потому что эта фраза все-таки до уряда Януковича была больше. Но, тем не менее, мы же помним предвыборную кампанию Зеленского. Зеленского придет весна, будем сажать. То есть вся риторика была построена, что нельзя настолько нагло, грубо воровать на беде людей. Вот, и мы это все поправим. Поправили тем, что те люди, которые сидели в соседних кабинетах, они, блин, заняли первые места. Я в этом логике абсолютно никакой не вижу. Поэтому, получается, что мы подходим к самому интересному. Если у Зеленского даже есть, знаете, какое-то сумасшедшее желание закончить войну, а он, кстати, сказал, что я в течение года сделаю всю возможность, чтобы это состоялось. Если у меня ничего не получится, значит, ну, не получится вообще. И вот это тоже очень важно. Но свита делает короля. Мы прекрасно это понимаем, и это очень важный тоже такой постулат. Зеленский ничего не сможет сделать сам. Почему? Потому что есть посыл, есть желание, но должны выполнять это все люди, те же самые министры. Но если вспомнить недавнюю поездку министра обороны на Донбасс, именно связанную с этим разведением, то я не увидел, знаете, мощного министра обороны в воюющей стране, который способен что-то ломать, что-то делать, что-то продвигать. Ну дайте ему время, он же еще сколько там, и месяц, и позиции министра не находится. Мне очень понравилось, как говорил об этих вещах Саакашвили. Он сказал, что если в течение месяца никаких реформ нет, то их никогда не будет. И вот здесь вот, к сожалению, что-то очень-очень похоже на это. Поэтому мы, конечно, можем давать им время, но это уже что-то не то. Вот, поэтому само разведение войск, возвращаясь к этой теме, оно, давайте возьмем население. Население, мы знаем, оно очень специфическое. На нашей территории живут, скажем так, много людей, которые за это время, ну, они доказали свою причастность ментальную к Украине, как к своей стране. Но нельзя забрасывать со счетов и огромное количество людей, которые просто, ну, затаились. Затаились, и все равно они душой и телом там. Почему? Потому что проблема Донбасса, это вот было, знаете, первым вопросом, когда я только туда приехал, в первую ротацию. Вот я сразу, как ипсошник, попытался разобраться именно с целевой аудиторией. Целевая аудитория, это те, кто там проживали, потому что не разобравшись с ней, невозможно было на них работать. То есть, меня интересовало, почему вот так массово, скажем так, люди поддерживали агрессию. Я понял, что это вот проблема приграничного региона. Очень много людей, россиян или те, кто с россиянами жил, вырос и ментально впитали фактически вот этот российский дух в себя. Это очень важно. Почему? Потому что возьмем того же самого Захарченко, того же самого Плотницкого. Фамилии украинские, сами украинцы. И там Плотницкий вообще выходец западной части Украины. Там и родители же у него были, эту историю как бы мы знаем. Но почему люди так, знаете, преданы России? А потому что вот этот дух уже там. Потому что сам регион, опять же, смотрите, там же очень много заводов. Вот возьмите Краматорск, пять заводов. То есть небольшой город, а мощнейшие пять заводов. У нас вот по Украине, наверное, таких вот примеров, я не знаю, где можно еще найти. Возьмите Мариуполь. Это же вообще, подъезжаешь к Мариуполю, и вот эта вот махина перед тобой, я вот до сих пор помню это зрелище. Это, конечно, впечатляет. То есть город-завод, там этот порт огромнейший. На западной Украине, там в центральной даже ничего подобного нет. Это же тоже надо понимать. Вся эта инфраструктура мощнейшая. Масса людей была завязана на Россию. Сейчас, получается, обрубаются вот эти вот корни. Я это еще нехорошо знаю по Краматорску, потому что там, ну, это колоссальная была беда. Обрубаются корни, завод и останавливается. Люди остаются без работы, без денег, без возможности содержать семью. Украина говорит, что хорошо, ребята, Донбасс это Украина. Но фразы Донбасс это Украина, людей не накормишь. То есть, опять же, за пять лет нашей прекрасной предыдущей власти ничего не было сделано для того, чтобы изменить эту ситуацию. И еще, знаете, вот даже в генеральном штабе эта проблема очень сильно была понята. У них такое странное понятие информационных войн, информационных операций, что если ты что-то напишешь, то вот это вот все сработает. Они не понимают, что, ну, сейчас другое время. Это не время комсомольской правды, правды и известий. Когда человек открывал эту газету, читал, и он даже не знал, что делается у него там в соседнем городе, потому что он никогда в жизни туда не приезжал. Он просто читал и говорил, ёлки-палки, вот 250 километров там, какой-то там, не знаю, районный центр. А вот что там происходит, надо же. И они это все-то верили. Сейчас все изменилось. Изменилось, ну, принципиально. И если ты что-то пишешь, то даже вот, грубо говоря, в Фейсбук, то там 250 комментов, может быть, сразу же опровержение. И при том не совсем правильного, потому что работают те же боты, и могут просто тупо валить даже твой правильный какой-то постулат, какой-то посыл. Только для того, чтобы завалить, потому что у них работа, это все опровергнуть. И это тоже надо понимать. Мне вот, я когда работал, мне очень нравилось, начальник мой иногда говорил, напиши что-нибудь. Вот это вот напиши что-нибудь, я просто был делал, что значит что-нибудь. Вот напиши что-нибудь. Понятно. То есть вот этот подход к информационным войнам, к информационному направлению, привело к тому, что мы абсолютно четко в течение шести лет войны, ну, напрочь проигрываем это направление. Напрочь. Информационное. Абсолютно. Ну, это просто, знаете, вот, почему я и начал с вот этих вот, нужно вернуть сердца людей. Прекрасный посыл. Что за вот эти полгода Зеленский сделал для того, чтобы вернуть сердца людей? Точно то же самое, что Порошенко сделал за пять лет. Ничего. Во. То есть, вот они говорят, потому что это как-то, знаете, модно, потому что они понимают, что без этого ничего не будет. Ну, они ничего не делают. Не, ну, вот там мост начали ремонтировать. Да, мост это, ну, мост это не есть вернуть. Заговорили о том, что, возможно, пенсии будут. Хорошо, смотрите по мосту. Давайте вот по мосту. Тоже вот очень, да, классный пример. Там был шикарный ролик, я вот не помню, кто снимал, но, опять же, вы знаете, вот интересно получается. Если бы у нас были на самом деле четко такие нормативы и, ну, вот правила, как вести информационные войны, я бы вот на месте того же Министерства статья, которое фактически было для этого создано и, ну, опять же, не совсем выполняет свои функции, я бы этот ролик, ну, честно говоря, дал бы по шапке, кто его снял и кто его запустил. Почему? Потому что ролик, ну, исключительно антиукраинский. А кто его сделал? На оккупированных территориях? Они на нашей территории снимают какую-то женщину, ну, такую, знаете, отъявленную сепаршу, которая кричит, что вот, ну, там, чуть ли не благиматом против украинской власти, и что, понимаете, суть в чем, что вы, там, типа, нехорошие люди, обязаны этот мост сделать. Почему-то, ну, спрашивают, почему обязанность? Да потому что вы, типа, его и разрушили, вы здесь все создали, вы эту войну начали, вы, ну, то есть, вы знаете, ну, для... Ну, а дальше что, как он развивается, этот ролик? А вот никак не развивается. А тут женщина, вот чисто, знаете, вот, ну, прекрасный ролик для российской пропаганды. Так, а кто его снял, этот ролик? Просто люди, кто попал? Нет, это журналисты. Если я не ошибаюсь, это Айси ТВ. Если не ошибаюсь, я просто, ну, как бы, не помню... Ну, а с другой стороны, это же свобода журналиста. Да, в том-то и дело, что как бы не вцепишься, потому что это свобода. Но вы же знаете, что везде есть вот эти вот правила. Везде, ну, если мы воюем, мы не можем, чтобы наш журналист давал прекрасный ролик российской пропаганды. То есть россияне берут этот ролик украинского журналиста и говорят, вот, смотрите, что творится на Украине. О чем говорит, если местный житель, ну, просто четко фиксирует, что украинские оккупанты развалили мост. И сейчас они что-то там еще какие-то, типа, делают, ну, как, подносят это какое-то благо. Да вы обязаны это сделать, вы же его развалили. Ну, так подождите, давайте открутим, на самом деле, какие условия были этого развала. Там же, ну, там много нюансов, о которых я даже сейчас говорить не хочу. Но сам факт, что, ну, нельзя такие вещи допускать, если мы реально хотим выиграть информационную войну. Ну, вы сейчас о цензуре говорите, да. Это, конечно, любимая вещь. Вот давайте все зацензурим, запретим журналистам туда ездить. Давайте будем контролировать, что мы выпускаем. А с другой стороны, по-другому. А с другой стороны, я вас понимаю, а с другой стороны, смотрите, вот я уверен на 100%, что вот по соседству был там человек, такая же женщина, которая думала абсолютно по-другому. Если ты реально хоть чуть-чуть вболеваешь за свою Украину, да не вопрос. Сделай такой ролик и сделай такой ролик. Ну, или в одном ролике там два. Абсолютно. И тогда будет понятно, вот вы же тоже знаете, как профессиональный журналист, что всегда надо подавать разные мнения. А они же существуют. Это же не то, что за уши притянутые. Ну, они же есть. Но там же на Донбассе, на самом деле, куча людей, которые реально за Украину. Ну, почему снимают против Украины? И показывают это в момент, когда вот этот, ну, сам факт очень важен. То есть мы вот подойдем, что мы сейчас готовы разводить войска, мы готовы восстановить мост, мы готовы на мирные какие-то инициативы и на тебе вот мнение Донбасса, сердца Донбасса, скажем так. Вот эти годы, которые... Так чему я веду, понимаете, сейчас? Во-первых, с этим разведением все очень сложно. Потому что мы прекрасно знаем, что начали из станицы, там было заявлено президентом, что все хорошо. На самом деле все было очень нехорошо. Почему? Потому что, кроме вот этой милой женщины, которую я вспомнил, сразу же зашли представители ДНР и фактически начали там качать права именно местной власти, заявив, что это наш город. То есть, подождите, так должны же расходиться. Вы же должны вообще уходить. Нет. Они зашли туда и сказали, что не Сулганская наша, ребят. Это, ну, это должно было вообще быть, знаете, такой очень важный, яркий звонок. И опять же, вот с моей точки зрения, так это должна была вся дипломатия уже стоять на ушах. Вот этот факт берите и сразу же кидайте по всем вот этим нормандским форматам, по всем вот этим ООН, ОБСЕ. Но почему вы не поднимаете эти моменты и не показываете, что Украина, она готова. Более того, Украина делает первые шаги. Что мы видим с той стороны? Мы сразу же увидели абсолютное нарушение всех вот этих договоренностей. Почему приостановили по двум остальным городам на сегодня? Потому что вот эти семь дней, которые вы, да, они же просто не выполняются. О чем это говорит? Я просто вот общался, скажем так, ну, там остались как бы связи. Люди как объясняют, что фактически местное население, оно, потому что, знаете, вот очень много было тоже информации, что, ну, вот эти вот силы, которые не хотят, там, вот, националистические в основном, там, Белескова, мы знаем, сейчас дружины зашли туда, да. Вот вчера же было очень мощное такое выступление наших свободовцев. В Киеве, вы имеете? Вот этот альтернативный, скажем так, хода. На 24 августа? Да, да, да. Ну, когда, там, Зеленский сказал сначала нет, а ребята сказали да. Но они сделали это, вот тогда было, на самом деле, очень много людей. Так вот, вчера было не меньше, что самое интересное. Так вы говорите о вечернем митинге, который не капитуляции, или вот первый? Это было, ну, на 16 часов они его, как бы, планировали, но где-то в районе 15, оно уже пошло. То есть это где-то на 16 они подошли к администрации президента. Но я еще смотрел на Хрещатике, то вот весь Хрещатик, просто весь Хрещатик был занят, колонна была огромнейшая. Она там, вот если брать от рынка... Бессарабки? Да, от Бессарабского рынка. И фактически она уже заходила наверх по институтской. И это все были люди, люди, люди. То есть мне, опять же, нравится заявление нашего представителя команды «Зеленых» Верховной Рады, который сказал, что у меня есть информация, что 5% людей проплаченных. То есть, ну, я понимаю, что его уровень позволяет такие вещи заявлять. Почему? Потому что у нас есть информация, это значит, можно сказать, что там эту информацию ему надали спецслужбы. Да, в связи с тем, что это, скажем так, его должность позволяет. Но, смотрите, это было сказано до того, как это все произошло. Значит, у спецслужб должен быть полностью список людей, которые там были. И вот они сказали, так, значит, у нас там 300 человек или 100 человек, из них вот 5 человек, Петров, Сидоров и Васечкин, вот они получили деньги. Так, посчитай, посчитай, посчитали, 5%, окей, докладывай 5%. Откуда вот эти 5% взялись реально, наперед? Он что, знал, сколько будет людей? Если он знал, то, ну, это вообще фантастика. Если он знал, что из этих людей именно 5 проплаченных, ты представляешь, насколько информация должна быть у человека, ну, вообще просто по всем. Зачем он там говорить? Самый интересный вопрос. Зачем это говорить? Если ты заявляешь... Ну, что, о прошлых митингах говорили, да? Не, об этом. Именно об этом. Ну, он говорит, что сейчас, сейчас вот ситуация, да, то есть, ну, именно сейчас же понимается вот это же... И вот они попробовали сбить, как бы, интерес к этой теме тем, что якобы Порошенко проплачивал вот эти митинги. То есть, опять все сбросить на Порошенко. Но если заявление от официального представителя нынешней влады, что 5% проплачены, то это ни о чем. То есть, они фактически сами сказали, что люди выходят добровольно, потому что 95% не проплачены. И опять же, я бы никогда в жизни это не сказал, исходя из информационных соображений. То есть, они сами говорят, Порошенко тут ни при чем. Это люди, которые возмущены нашей политикой. Анатолий, можно я вот немножко переверну то, что вы сейчас говорите? Это очень важный момент. Вот скажите, пожалуйста, разведение войск вот именно на этой территории, оно действительно настолько критично? Или это просто, ну, как бы, ну, как бы вам сказать, такой информационный повод, который накручивается и накручивается. И по большому счету, то есть, сказать, а что мы потеряем? Вот давайте, вот, для наших там солдат, они должны это идти в поле или у них есть подготовленная позиция? Если отходят солдаты, наши украинские солдаты, действительно ли есть угроза, что это захватят боевики? Означает ли это, что нам, как вы правильно вспоминали, придется опять снова отвоевывать, это там, ценой смертей украинских военных? Или оставляем ли мы наших украинских граждан, я не знаю, там, вот, под власть этих боевиков, которые могут в любой момент прийти? Или все-таки не оставляем? Вот давайте посмотрим, это действительно такая проблема или нет? Вы же там были, вы знаете, вы чувствуете. Значит, ситуация с отводом, именно по тем, скажем так, критериям, что вы спросили. Для людей, еще раз говорю, вот, я почему за этих националистов вспомнил, и к этому хотел подойти, потому что националисты сейчас используют, ну, и недовольные элементы, именно там очень много, даже, скажем так, среди волонтеров, очень много, среди, скажем так, тех же самых представителей команды Порошенко, которые до сих пор остались, и они же работают и с людьми, и вот я вспоминал волонтеров, среди волонтеров тоже очень много есть из команды Порошенко, и они четко говорят, что люди против. Почему? Потому что они боятся отвода, и что в это время они будут подвержены насилию со стороны боевиков. Что получается? Потому что, опять же, по моей информации, которую я оттуда получаю, там немножечко не так. Немножечко не так, в каком плане, что большинство людей, которые живут просто вот, жители, они за отвод. Почему? Потому что этот отвод им даст фактически стопроцентную гарантию, если он состоится, что перестанут даже вот так называемая стрелка дня, там вот на их, скажем так, жаргоне, она прекратится. То есть они не будут доставать тогда друг до друга? Вот это самое главное для них. Почему? Потому что, ну, очень тяжело жить, когда вот реально каждый день стреляют. Ну, это просто. Люди уже, с одной стороны, они адаптировались, а с другой стороны, ну, никто не хочет умирать. Они уже просто, как бы, знаете, оно адаптировалось, потому что на слуху вот этот звук выстрелов, но реально, когда он летит к тебе, они тоже же это все чувствуется, это уже на инстинктах. Всегда же все прячутся, разбегаются. То есть для них это страшно, и уже эти 6 лет войны, это просто надоело очень сильно. Но там есть и другая категория людей. Это проукраинские активисты, и это фактически вот та власть, которая в этих местах осталась. Так вот для них реально это связано с жизнью и смертью. Почему? Потому что, ну, там откровенная информация есть, что когда вот это вот разведение произойдет, то это не будет преградой для захода, так же самое, в ДРГ. Зайти в группе ДРГ даже будет, может быть... Ну, ДРГ это... Диверсионная разведенная группа, да. И это будет даже еще, может быть, легче. Почему? Потому что когда линия обороны, допустим, в Станинце Луганское, то люди понимают, что они под защитой украинских войск. И когда оно все уходит, это вроде как ничейное, но это вроде как. То есть туда могут как с нашей стороны тихонечко зайти, так же самое с их. Но если с нашей стороны, зайдя, мы как бы ничего, никакого вреда не принесем, так вот эти люди, ну, мы же знаем их методы, на подвал это самое легкое. Они же просто вырезали, убивали даже активистов. Просто вот всеми, которые поддерживали. Вспомните 2014-2015 годы, там же были просто... Ну, этих фактов было очень много. Когда гражданские люди, которые просто поддерживали, привозили воду на блокпост, их просто там уничтожали, физически уничтожали. И здесь абсолютно правильно они эту угрозу воспринимают. Она есть. И я не знаю, почему вот с нашей стороны, опять же, как бы это не обговаривается. И, ну, как бы никаких таких, знаете, действий не происходит. Что вот, ребята, мы отходим, но мы вам гарантируем. Были разговоры по поводу милиции. Нет, то, что гарантируем, да. Вот президент сказал, я вам лично гарантирую безопасность. Но мы прекрасно понимаем, что президент, он же не волшебник, он же не может, он же не Господь Бог, который опустит там покрова, да, в контексте вчерашнего праздника. И скажет, я вас защищу. Так же не бывает. Но если президент об этом говорит, значит, у него есть какой-то план. Какой-то план, да. Но об этом ничего не сказано. Да, об этом ничего не сказано. То есть сказали, что вроде как там будет милиция. Но опять же, самое интересное, что я получаю информацию оттуда, что когда разговаривали с самими милиционерами, они делают квадратные глаза и говорят, какая милиция? Милиция не может быть в серой зоне. Если отходят войска, то есть фактически получается отвод войск, это наша, грубо говоря, наша территория, а это ничейная территория, то как милиция может зайти перед войсками? Понимаете? В чем нонсенс? Милиция может быть только в тылах, наводить порядок на украинской контролированной территории, а не перед войсками. То есть милиционер, грубо говоря, может столкнуться носом с той же самой ДРГ, разведывание группы, о которой мы говорим, какого-то российского спецназа. И что произойдет? То есть, ну, сказать можно, и было сказано, вы абсолютно правильно говорите, это было сказано. А как? А никак. Так зачем об этом говорить? И вот в этом уже огромная проблема. То есть, опять же, мне кажется, что, понимаете, Зеленский, он очень этого хочет, но механизмов не видит. Почему? Потому что вернусь. Очень слабая команда. То есть, в чем сила команды? Когда вот я хочу, чтобы это было. Окей. И команда решает, вот это я хочу. И представляет, как принято в армии, несколько вариантов решения проблемы на рассмотрение командующих. Он говорит, вот это вот хороший вариант, это не совсем, это вообще отбросьте. Будем делать вот это. И тогда вся же эта команда берет этот вариант и начинает его крутить до мелочей, потому что командующий его затвердый. Что здесь? Здесь получается, Зеленский говорит, я хочу, а все остальные, ну, хоти. И вот эта вот проблема такая, которая, на мой взгляд, не приведет к ничему хорошему. Это первое. Второе. Вернемся к той стороне. Я вижу, что вот эти вот обстрелы, которые происходят, говорят только об одном, что Путин немножечко в растерянности от активности Зеленского. Почему? Потому что он уже привык к тому состоянию, который ему предлагал Порошенко, и фактически его, оно устраивало. Сейчас Зеленский говорит, давайте делать мир. Я даже готов на разведение. И вот здесь вот у ребят шок. Какое разведение? И получается, что вот эти вот обстрелы, которые происходят, потому что, видите, Станица Луганская как бы показала, что он не просто говорит, я говорю, за Зеленского, а он еще и делает. Делает. Хотите? Все, разводим. Сегодня принято решение, началось разведение, там все даже немножечко были в шоке. Почему? Потому что реально получается, что мы отводим. А та сторона, ну опять же, вот скажем так, инсайдерская информация, те войска, которые стояли с той стороны вот этого разрушенного моста, блокпосты, то есть, ну это вот боевики, реальные боевики, они просто натянули, знаете, вот есть в больницах очень часто вот эти вот синие такие бахилы, которые надеваются на грязную обувь. Так вот эти вот фактически бахилы, они натянули на краски, налепили себе какие-то дурные повязки, типа, это вот, помните, у нас было в СТКК, российский компонент, а потом его убрали. Так вот они вот стали в момент какими-то представителями СТК, какого СТК непонятно, то есть, перекрасились в каких-то, знаете, нейтральных, типа там, представителей, каких-то... Наблюдателей. Да-да-да, именно наблюдателей и остались те же самые. О, так может и мы так же сделаем, поставим тоже каких-то наблюдателей. Так у нас же, видите, получается, что мы реально отходим и реально оставляем как бы на тех же самых ОБСЕшников вот эту территорию, опять же вспомним этих ОБСЕшников. Мы же поняли... Что все напали на ОБСЕшников? Вот расскажите мне. Никто не нападает. Дело в том, что... Нет, так не вы первый просто, я почему... Я просто помню, когда я еще был тогда в АТО, это же вообще была проблема из проблем. Почему? Потому что фактически куда не приезжало, особенно 14-й год, куда не приезжала машина ОБСЕ, после этого сразу же туда были прилеты. То есть, это была фактически разведка российских войск. Почему? Потому что, ну, я так, насколько помню, вот там около 50 человек было представителей именно россиян. То есть, потом ОБСЕ немножко их почистило, немножко. Но, опять же, они говорили, что как мы можем их убирать, если фактически они прошли все... Про этапы проверки, да? Все атакы. Никаких претензий. Но, опять же, вопрос, почему со стороны Украины там представителей нету, а со стороны России полно? Да потому что Россия, их там нет. Это вроде как нейтральная сторона. Да, она наблюдатель. Да, и получается, что Россия постоянно представляет, что есть две проблемы. Это вот боевики, которые являются гражданами Украины, и это украинцы. Это ваш внутренний конфликт. Мы-то тут при чем? И сейчас, знаете, вот еще один момент очень важный. Если мы все-таки начнем штурмовать вот эту форму штаммара, да, и очень быстро-быстро без изменения вот тех условий, за которые я сказал, при старых условиях делать что-то новое, чем это нам грозит? Если у нас сейчас пройдут выборы даже за украинскими законами, а это вот некоторые эксперты считают уже само по себе очень сложно, потому что там нужно, чтобы ну очень-очень много поменялось, и фактически, чтобы работали даже там ну вот и наблюдатели со стороны Украины, и вот выборчие комиссии, а это вроде все по законам Украины, я, если честно, в этом проблем не вижу, потому что выборчая комиссия в любом случае скажет, что там все прошло хорошо, если те же самые наблюдатели и все остальные скажут, что там все хорошо, а если будет команда с Россией, там все будет шикарно, но проблема в том, что вот та сторона, она реально настроена вся против Украины, и что самое интересное, что знаете, вот почему все о жителях говорите? Да, именно та сторона, да. Ну ладно, мне кажется, вы привеличиваете, что все. Я вам объясню, почему, потому что, вы знаете, привычка великая штука, вот я вам объясню, почему, вот вы говорите, привычка, все очень просто, да, ну вот этих нюансов, почему это никто никогда не ковыряется, а все, знаете, на бытовом уровне, нету каких-то вот великих, опять же, если брать и псошников, вот толковый и псошник, он всегда в этих вещах ковыряется, потому что нельзя воздействовать на сознание людей, не зная вот этих нюансов, это и есть изучение целевой аудитории. Вот эта ситуация, она не только на Донбассе, она так же сама у нас и с другой стороны на Западе, там с угорцами, вот почему эти проблемы, потому что, во-первых, если взять Запад, там у них контрабанда, это их хлеб, они вот ничего не делают, они просто живут за счет контрабанды. Если ты сейчас придешь туда и эту контрабанду заберешь, там все население станет на рога. Почему эта контрабанда там, ну, нерешаемый проблем? А здесь вот смотрите, вот получается, что был какой-то там шахтер, сейчас эта шахта завалилась у него, там затопилась, я уже не беру эти экологические проблемы, которые там сумасшедшие, но, что он делает? Он просто, блин, взял разбитую копейку, жигуль, и он просто таксует, перевозит с одной стороны на другую. Почему? Потому что у него есть свой маршрут, он как местный его знает, и он даже через КПВ не ездит, вот, там пропускает, там где-то может кто-то приплаченный какой-то там блокпост, вот, но он туда ездит, но он за это получает колоссальные деньги. И вот ему сейчас приходишь и говоришь, сейчас придет Украина, блокпост уберут, как уберут? Ну, не нужен будет блокпост, потому что это все будет территория Украины, а я как буду жить? Я же получаю потрясающие деньги, только за счет того, что я туда-сюда катаюсь. Но их же не так много там тех, кто катается. А их очень много других, которые уже приспособились. А вы посмотрите пенсионеров, сколько пенсионеров получают две пенсии? Об этом тоже же нужно думать. Так они все сейчас на рога встанут. Ну, зачем им получать одну, если они получают две? А сколько людей, вот я вот в Донецкой ОГА, когда работал, советником Кихтенко, эта проблема стояла, блин, просто очень сильно. Все ОГА, оно же переехало с Донецка. ОГА это государственная администрация, областная государственная администрация, это нашим зрителям. Да, ВЦА, висково-цивильное, да. Так вот, весь этот аппарат переехал из Донецка, почему? Потому что Донецк стал оккупированным. Переехал в Краматорск. Там части в Мариуполе осталось, но там незначительные, скажем так, какие-то подразделения. И, получается, все родственники, очень много матерей, которые, знаете, там болеют, которые реально там, и вот они там, а эти тут раз в две недели, это по-любому, там чуть ли не 80%, это ОГА, ездила туда. Подождите, ребята, это же тоже не просто, это же чиновники высокого уровня, которые управляют областью. Донецкая область, огромная, мощная область. Вы думаете, там не работают по ним ФСБшники, не работают там те же грушники, то я уверен, что они просто так, ну, свой хлеб в любом случае должны как-то оправдывать. Поэтому, опять же, колоссальный вопрос. Мы ничего не делаем. То есть, мы просто закрываем глаза, а ну, а что мы сделаем? Да ничего не сделаем. Но, фактически, мы сами создаем ситуацию, когда любой из представителей этой луга мог быть объектом вербовки. И фактически скрытым агентом, который передает информацию, при том, очень легко. Поехал туда, там, не знаю, той же маме даже отдал, а потом через пару дней к маме где-то там подошли люди и сняли эту информацию. Все. То есть, ну, ситуация архи сложная. Так вот, когда я был там, то некоторые даже, знаете, вот, зарабатывали как? Они просто там собирали карточки, а это тоже бизнес сумасшедший. То есть, те люди даже не ездят сюда. Они просто собирают карточки. Ну, многим очень тяжело. Это же пожилые люди. Они приезжают сюда, они снимают здесь деньги по этим карточкам в наших банкоматах, приезжают туда, и с каждой карточки там они имеют какой-то процент за вот эту вот переброску денег. То есть, очень многие люди за 6 лет, поверьте мне, сжились. И даже дело не... С тем, что идет война. С теми условиями. С теми условиями, которые война им преподнесла. То есть, с тем, что идет война, очень трудно сжиться, потому что, ну, это смерть. А вот те условия, которые она создала, уже их даже устраивают. То есть, война это плохо, но вот это хорошо. Две пенсии, это хорошо. А давайте закончим войну. А что будет с пенсиями? А их не будет. О, нет, нет, лучше пускай стреляют. И вот это самое страшное. И их там очень много, очень много. Поэтому, а я уже не говорю, что же россияне, опять же, информационная, что такое информационная операция. Это то, что даже просто забрасывается, вот Севастополь, там, по-моему, 140 тысяч уже набросали туда только российских военнослужащих. То есть, это демографическая уже проблема для самого Крыма, потому что россиян становится все больше и больше. Но это же не простые россияне. Это военнослужащие, которые по любому щелчку готовы выполнить любую команду. А у нас получается крымчан там все меньше и меньше, украинцы вообще там все выехали. И хоть не хоть крымский полуостров превращается реально в даже этнический, в российский материк. Ну, такую военную базу. Да. И сейчас даже, если вот создадутся условия возврата, мы опять же будем брать, ну, россиян, которые в любое время могут взорвать по любой команде эту территорию. То же самое, что произошло до этого. Поэтому само разведение, повторюсь, оно даже внутри, на тактическом уровне очень проблематично, потому что есть люди, которые за это, есть люди, которые против. Которые живут на территории вот этой постоянной стрельбы, они двумя руками за, потому что они понимают, разойдутся, стрельба прекратится. Но даже здесь мы проговорили, есть люди, которые говорят, вы что, я куда? Либо я ухожу с войсками, либо меня просто завтра зарежут. То есть даже на этой территории двоякое. Если идем дальше, оккупированной территории, там однозначно, там, не знаю, на скидку процентов, думаю, 60, это будет точно против, если не 70. И при этих условиях производить эти шаги, зачем? И еще один момент, опять же повторяюсь, сам Путин не хочет это произведить сейчас. Это разведение, я имею в виду. То есть он сам видит в этом какие-то либо угрозы, либо, скорее всего, они просто не совсем готовы к этому. Поэтому и стреляют. однозначно. То есть не просто так хаотично стреляют. Если бы сейчас... Вы же помните заявление, когда они говорят, ну, Москва не может контролировать разведение. Это же мы же очень хорошо помним заявление. То есть мы имеем вплыв, но не такой, чтобы им приказывать. Опять же, это говорит, ну, видите, они четко работают. Надо отдать должное, враг работает четко. У нас этого нет. То есть четко вот этот главный их постулат подтверждается, их там нет, мы вообще не при делах. Да, мы с ними сотрудничаем, может, даже каким-то образом чуть-чуть поддерживаем. Опять же, непонятно чем. Там то ли деньгами, то ли танками, ну, скажем так, умолчим. Вот. Но мы вообще туда не лезем. Получается, что вы разберитесь со своим внутренним конфликтом, и вы... И самое главное, вот вернусь, что если сейчас произойдет вот это разделение, оно будет первым этапом, вторым этапом это будет узаконивание юридическо, в юридическом плане это вот этих боевиков. Это самое, мне кажется, для нас страшное. Почему? Потому что сейчас, как бы там ни было, весь мир понимает, что есть два субъекта переговоров. Это Украина и Россия. И весь мир не признает вот эту прокладку. Россия все делает возможное, чтобы прокладку ну вот, скажем так, признали только для того, чтобы она за счет этого вообще ушла в сторону. Если сейчас она, скажем так, бла-бла-бла, все понимают, что это такое, то тогда это будет подождите. Вот закон. Ну, то же самое, как Минск-2, там Минск-1. То есть фактически все понимают, что это мертворожденный закон. Но это юридический, скажем так, документ, который собрал в кучу четыре государства, при том два европейских ключевых, которые являются гарантами, подтверждениями, что этот закон есть законом. Все. Для России прекрасно все. То, что Украина от этого ничего не имеет, ну так это ваши проблемы. То же самое сейчас будет. Мы сейчас узнаем, грубо говоря, юридически вот этих вчерашних боевиков, и вот здесь начинается очень много вариантов. Почему? Потому что один из вариантов, мне-то кажется, что Россию почему это может устроить, даже она возможно может согласиться на отведение войск, только потому, что фактически вот этот особый статус Донбасса дает возможность этим же боевикам оставаться, грубо говоря, ну вот мы знаем, что в Луганске есть народная милиция, которая, та же армия, воюющая, но она называется народная милиция. То есть народная милиция также и остается народной милицией, то есть вся эта армия, которая воевала, все эти боевики, которые обучены, умеющие и воевать, и те же ДРГ, которые работают, скажем так, в совсем специфических условиях, они все остаются с тем же самым названием, и они узаконенно становятся на бюджет украинской власти. Это вообще колоссально. То есть мы будем финансировать боевиков, которые будут работать против нас. Для России это вообще сказка. Для нас, я не знаю, это катастрофа, которую надо просчитывать. То есть вернуть территорию на каких-то непонятных условиях, это лучше ее не возвращать. Именно на таких условиях. То есть опять же, если мы хотим вернуть эту территорию с помощью вот этих вот перевыборов, с помощью колоссальной повальной амнистии для боевиков, а это же тоже люди, которые за 6 лет просто привыкли вернуть к этой фразе, привычка. Они привыкли убивать. Ему убить человека это просто легко. Вы вспомните этот первый случай, когда наших десантников восстанавливали просто женщины. Там непонятно, что это было или за женщины, потому что уже прошла информация, что российский спецназ поработал не просто толпа каких-то непонятных представительниц Донбасса вышла и начала. Но тем не менее, это уже нюансы. Но наши военнослужащие не были готовы убивать, а эти готовы. Эти ребята готовы приехать сейчас на нескольких машинах в Киев и здесь начать чудить. Вчера же, вы знаете, буквально застрелили тоже чеченца, который был в родном Кадырова. И опять же, центр Киева, это не Донбасс. И опять же, понимаете, насколько интересно, почему я говорю, сейчас совершенно другое время. Убивают человека. На сайте МВД пишут, что был такой момент, убили, расстреляли в центре Киева. Сейчас проводятся следственные действия по установлению личности погибшего. И тут же будут посты, да зачем устанавливать это то-то-то-то. Сразу же полная характеристика, кто, что, причина и кто мог убить. Фейсбук знает больше, чем МВД, которое пришло на место преступления и начинает устанавливать. Ну, это же стандартные фразы, вы же знаете, они должны это сказать, пока нет официального, наверное, заключения, со штампом, кто-то не подписал, но это же стандартные фразы. Анатолий, я вынуждена останавливать, прекращать наш эфир, потому что у нас уже в следующий гость, но я очень надеюсь, что поскольку сейчас ситуация на Донбассе такая живая, активная, то мы будем чаще видеть вас у нас в студии, поэтому спасибо вам. И я на это надеюсь, что живая ситуация. Да, да, Анатолий, спасибо вам огромное. Анатолий Карачук был у нас в студии, вы, конечно, оставайтесь, у нас уже в студии следующий гость. Спасибо.